Ребята, 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 я купил себе обновочку и сейчас вам ее покажу Тяжелая, ребят По внешнему виду вам может показаться, что я купил очередной телевизор, но на самом деле нет Это всего лишь дополнение к телевизору за 100 тысяч рублей И это... Саундбар Тяжелый, блин И слушайте, он мало того, что тяжелый, я, честно говоря, никогда не видел такой огромной коробки под саундбар Давайте его аккуратненько положим на бок, наверное, и почитаем информацию с коробки HDMI, TTS, Dolby Atmos, даже Spotify, смотрите, он тут есть Вообще здесь очень много всего написано, вплоть до того, что здесь есть даже встроенный голосовой ассистент Но самое первое, что бросилось мне в глаза, из-за чего я вообще обратил внимание на этот саундбар Это 9-канальный звук, а если быть точным, то 914 Честно говоря, у меня никогда полноценного 5.1-то не было, не то что 7.1 А тут я сразу, получается, на 9.1 звук перехожу, вот в чем прикол Это саундбар сделан специально для владельцев QLED телевизоров от Samsung И здесь даже об этом есть пометочка, что саундбар оптимизирован для работы с QLED И я так понимаю, что в паре этот саундбар с телевизором работает просто превосходно У них там какие-то алгоритмы, плюс подключаются через Wi-Fi, через Bluetooth, вообще без каких-либо нареканий И было бы неинтересно подключать его к такому телевизору, ну потому что там все четко будет работать Я же хочу сегодня проверить работу этого саундбара на своем телевизоре Это тоже Samsung, но он довольно старенький То есть я его покупал в 2016 году И я понимаю, что в целом это довольно недавно Но опять же, как у нас растут технологии На фоне современных телевизоров, этот уже считается устаревшим И мне вот интересно посмотреть А будет ли суперсовременный мощный саундбар работать в паре вот с таким телевизором? То есть с QLED он точно будет работать, я даже не сомневаюсь А здесь я даже, честно говоря, не помню, это QLED или не QLED, да это в принципе не важно Главное, чтобы у нас все работало Оу, какая тут довольно необычная пометка Вот так, значит, ставить его правильно, чтобы у нас логотип вверх смотрел Вот так, неправильно, если он будет смотреть вперед А вот он и, собственно говоря, сам саундбар Довольно тяжелый, но при этом на фоне коробки он кажется маленьким Я, честно говоря, не представляю, что у нас там еще внутри То есть, чтобы вы понимали, это только самое начало коробки Ух, какой красавец, слушайте, мягонький Так, мы его пока что отложим в сторонку Что же нас дальше ждет в коробке? Я так понимаю, что это сабвуфер Ух, какой тяжелый Так, здесь у нас какая-то вставка Это у нас всякая разная документация Кабель для подключения питания И в том числе есть HDMI в комплекте Но и это еще не все Я вижу, что тут есть батарейки А, соответственно, к ним, наверное, идет и пульт Вот такой стильный черный пульт Притом, обратите внимание, он выглядит один в один Как и пульт от самого телевизора Итак, с первой коробкой мы разделались Но это еще далеко не все, что есть внутри этой коробки Для начала давайте распакуем сабвуфер Сам по себе сабвуфер не особо громоздкий Из-за того, что он получается такой как бы усеченный Неполноценный квадрат Соответственно, где-то сбоку его поставить Он не особо сильно будет бросаться в глаза Но при этом посмотрите А с обратной стороны у него какая красота Да, прям огромный такой динамичище Итак, окей, у нас есть саундбар и сабвуфер А что же еще у нас осталось в коробке? Чтобы вы понимали, у нас тут один, два и вот еще три коробка Интересно, что у них А, ну это, короче, не коробки Это, получается, просто упоры Чтобы у нас, соответственно, здесь ничего не стукнулось Ну, а вот здесь все-таки что-то есть О, я, походу, понял Это две дополнительные колонки Они тоже частично в тканевой облетке Вот так спереди И, что не типично, сверху Снизу у нас есть разъем для подключения питания И сзади есть еще какой-то разъем Там резьба, судя по всему, это для крепления на стену И, в принципе, все Вот еще есть какая-то кнопка То есть здесь нет разъема для проводного подключения к саундбару Видать, все будет работать через Bluetooth Вот такая раз получается колоночка И вторая Ну, да, здесь все то же самое Крепление на стену, кнопка и разъем для питания А, ну и еще подписано, что это левая колонка А здесь у нас, соответственно, правая Ну и кабели для их подключения Итого получается, что за 100 тысяч рублей Я купил не только один саундбар и сабвуфер Но еще и две дополнительные колонки Осталось только понять, как теперь это все подключить И грамотно расставить Как я уже говорил раньше У меня до этого никогда не было системы полноценного объемного звучания Но сейчас все для этого располагает И суть заключается в том, чтобы у меня спереди звук шел из саундбара А сзади, за диваном у меня как раз-таки стояли здесь вот такие колонки И раньше, на самом деле, я бы даже так их не смог поставить Но сейчас, видите, у меня диван как бы стоит отдельно За ним еще есть место Единственная проблема заключается в том, что... А как их ставить-то? Ну что? Даже на схеме, вот смотрите, показано, как нужно устанавливать всю эту систему Соответственно, саундбар и сабвуфер у нас около телевизора Дальше какой-то диван И вот за диваном у нас располагаются две дополнительные колонки Но при этом здесь не сказано, как именно их нужно закреплять Видать, на свое усмотрение Как вариант, я могу поставить эти динамики прямо на сам диван Но стоит не забывать, что им еще нужно отдельное питание И давайте посмотрим, насколько здесь длинные кабеля-то Ну, такой у него кабель питания Типа метра, наверное, на полтора Может, метр Мало того, что каждую из этих колонок нужно отдельно запитать Так получается, что под них еще и нужно розетки как-то найти И умудриться так, чтобы это все у нас было рядом с диваном Ну, буду думать У меня вроде где-то были удлинители Короче, система получилась следующая Вот у нас диван Вот там телевизор И здесь, соответственно, стоит правая колонка Там стоит левая И вот там внизу у меня теперь удлинитель Его, в принципе, особо не видно Сейчас вот этот кабель еще, если я уберу То получается, что просто у нас провода уходят куда-то в диван Ну, в принципе, выглядит более-менее аккуратно А если смотреть с передней стороны То и вовсе ничего не видно Ну, просто и черная колонка Она, в принципе, стильная, красивая И особо в глаза не бросается Что касательно самого саундбара То я его так уже подсоединил Как видите, выглядит очень аккуратно Вон там сбоку у меня стоит сабвуфер Также особо в глаза не бросается Единственный вот проводок, который идет от саундбара Это проводок до розетки Я специально пока что не стал подключать Его к телевизору через HDMI Как это у меня было раньше Хочу попробовать беспроводное подключение К старому телевизору Вот прям без инструкции А вдруг получится? Почему нет? Но все же, если у нас ничего не получится То проводное подключение никто не отменял И все разъемы у саундбара находятся вот здесь Получается тоже аккуратно прячется После подключения можно кабельки просто туда пустить И, соответственно, ничего видно не будет Вот так все дело убирается И органично выглядит Кожух у саундбара тряпичный Смотрите, идет по всей площади Выглядит стильно А сверху у нас находятся органы управления Я, честно говоря, не знаю, что означают вот эти две клавиши То есть вот это изменение громкости Это понятно А вот это, возможно, кнопка включения Да, смотрите, у нас саундбар включается И саундбар у нас сразу находится в режиме Пэринга по Bluetooth Давайте попробуем найти его на телевизоре Это у нас должно быть где-то в этом меню Список динамиков И да, смотрите, вот он у нас саундбар U950T требуется сопряжение Ну окей, давайте сопряжем И вот у нас на саундбаре загорелось подключение к телевизору А на самом телевизоре надпись подключена И получается, что все у нас, все законнектилось Или сабвуфер теперь и колонки надо подключать отдельно Но вообще у них здесь сначала мигали синие лампочки А сейчас они горят постоянно И возможно, что действительно все подключилось само Надо включить какой-нибудь бодрый трючок Трючок сразу выберем какой-нибудь максимально бодрый И звук из саундбара у нас уже сразу идет Мы можем сделать его громче Я думаю, что с этого пульта тоже Звук, конечно, идет, и саундбар работает И сабвуфер, и вторые динамики также подключились автоматически Но самый главный минус подключения по Bluetooth Это вот у нас меню Когда колонка подключена через Bluetooth То у нас, соответственно, всего два варианта вывода звука Сейчас я попробую подключиться через HDMI Видать, без проводного подключения Воспользоваться всеми возможностями этого саундбара Ну просто никак нельзя Поэтому я подключаю HDMI Вот так с задней стороны Все, и теперь надо вот тут выбрать, соответственно, способ подключения Через HDMI вот так И таким образом у нас сразу, смотрите Во-первых, появилась настройка низкочастотного динамика эквалайзера При подключении через Bluetooth у нас такого не было И вообще, честно говоря, не зло, что у меня телевизор умеет настраивать эквалайзер Это клево И плюс теперь зайти в меню формат выхода цифрового звука То у нас появляется дополнительный пункт DTS Neo 2.5 И, кстати говоря, в мобильном приложении также появился, смотрите, пункт Низкочастотный динамик Ну, то бишь, сабвуфер Соответственно, у нас все подключилось И все работает без инструкций, без ничего Единственная проблема, что, конечно, не через Bluetooth Хотя вы видели, через Bluetooth можно Но при подключении через HDMI у нас возможностей больше Единственное, мне вот не нравится, что он сейчас там торчит Надо эти проводки спрятать Но в этом, в принципе, нет ничего сложного И вот, зацените, какая красота Вот такой аккуратный, черный, стильный саундбар Вот там сабвуфер И еще два динамика Которые отсюда, на самом деле, даже не видно Но вот он, соответственно, здесь стоит И также источает звук Что касательно черного пульта непосредственно от саундбара Я, на самом деле, не уверен, что он мне нужен Так как у меня совсем справляется пульт непосредственно от телевизора То есть, смотрите, я начинаю менять громкость И у меня вот тут начинает загораться индикация То есть, здесь полная совместимость Даже с телевизором, хоть он и 2016 года На черном пульте есть специальные клавиши Например, для управления самбуфера Или выбором режима звучания Но абсолютно то же самое Я могу сделать либо через мобильное приложение Либо же непосредственно в меню телевизора Собственно говоря, вот у меня выбор режима звучания Я вот так кнопочку нажимаю И у меня переключается на объемный звук Непосредственно режим в саундбаре Что касательно дополнительных колонок То они, конечно, работают Звук из них идет Но полнота ощущений достигается, когда смотришь какую-то крутую киношку Собственно говоря, что я хочу сейчас проверить Вот, смотрите 4K HDR 5.1 канальный звук Не 9.1, как у нас здесь Соответственно, 9 каналов из саундбара Один, я так понимаю, сабвуфер И еще 4 канала со второстепенных колонок Если я все правильно понял То эти колонки излучают звук не только перед собой Но и так как у них сверху тоже тряпичный кожух Я так понимаю, что отсюда звук тоже выходит Отражается от потолка Потом идет вниз И, соответственно, у нас такой реально получается Полноценный объемный звук со всех сторон Я вам так скажу, друзья Громкость сейчас далеко не максимальная Я бы сказал, всего на одну треть Но объем от звучания стал совершенно другой Как раз таки благодаря тому, что колонки стоят сзади, наверное У меня просто до этого не было такого полноценного экспириенса Объемного звучания У меня был саундбар с подобием звука 5.1 Но, честно говоря, по сравнению с этим Это была полная игрушка Потому что сейчас я буквально просто перемотками посмотрел Чуть-чуть фильм И у меня совершенно другие ощущения от просмотра Существа, что привели нас сюда Они общаются с помощью гравитации Так? Могут они говорить с нами из будущего Короче, из положительных моментов Выглядит стильно, круто и минималистично Как я уже говорил Если есть специальная полочка, то вообще красота Если есть возможность прикрепить саундбар на стену Я думаю, будет даже еще лучше Подключение тоже получилось очень простым Соответственно, включаешь саундбар Включаешь все колоночки Само друг с другом все сконнектилось Это круто Плюс есть мобильное приложение Можно там менять режимы звучания Настраивать и полайзер Я, честно говоря, никогда этим не занимался Ну, может быть, в самом начале только Если сделать первоначальную настройку И дальше уже, соответственно, к этому не прикасаться Но, опять же, есть разные люди Есть любители поковыряться в настройках Так вот, соответственно, можно это делать С пульта от телевизора Можно делать с пульта от саундбара Можно делать в мобильном приложении Вообще как угодно Короче, если никогда не пользовались саундбаром То я вам определенно советую Не обязательно покупать прям такую супер дорогую модель Я просто кучу саундбаров до этого перепробовал И вот подумал, что пора уже перейти на что-то серьезное Вы же, соответственно, можете посмотреть и любые другие модели Ссылку я оставлю, конечно же, в описании Но, опять же, для любителей хорошего звука Этот саундбар я действительно могу порекомендовать Потому что я даже не тестировал еще на полной его громкости И, честно говоря, не особо хочется Мне и так все устраивает Короче, на этом обзор я хочу закончить Пойду пересмотрю Interstellar С объемным звучанием в 4K HDR И вообще буду кайфовать У меня на этом все Спасибо за просмотр До скорого!